Новые тренды, возможности и маршруты. В рамках экономического форума проходит туристическая сессия. Участники обсудили, какие возможности открываются для туризма в новых условиях. Какие форматы отдыха стоит развивать сегодня и можно ли найти альтернативу черноморским курортам. Как отметила руководитель Федерального агентства по туризму, Россия – открытая страна, готовая к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами на взаимовыгодной основе. Здесь очень важный момент экономический для нашей страны. Если по прошлым годам смотреть, у нас экспорт туризма составлял больше 11 миллиардов долларов США. Он сегодня упал до 2 миллиардов. Это те живые деньги, которые иностранные туристы привозят в нашу страну. Поэтому нам очень важно выстраивать эти новые международные коридоры и привлекать к нам иностранных туристов. Я считаю, что от того, что туристы из этих стран приедут в нашу прекрасную страну, откроют для себя Россию, а еще и потратят здесь свои деньги, мы ничего не теряем. Мы только приобретаем. Добавлю, что Россия практически единственная туристическая страна в мире, которая за прошлый год восстановила доходность отрасли и увеличила турпоток на 90% от доковидного уровня. Программа туркэшбэка вошла в число самых популярных социально-экономических мер поддержки государства. Кроме того, запустили механизм льготного кредитования инвесторов и поддержали малый и средний бизнес, задействованный в этой сфере. Подготовили новый закон о туризме и вообще популярность путешествий по стране возросла.